Экофренды, всем здравствуйте! Сегодня мы обсуждаем очень интересную тему крыша как креативное пространство. Мы как раз таки на террасе, на крыше, замечательный вид открывается. Это одно из креативных пространств, конечно, любимое минчанами и гостями нашей столицы. Но сегодня мы сделаем акцент и на экологическую составляющую, ведь крыша может быть зеленая, обустроенная. Эту тему продвигает эко-активистка, создательница фермы Марис Мар, замечательная Марис. Мы меняемся местами и Марис нам расскажет про свою идею. Итак, крыша как креативное пространство. У нас много крыш, мы сейчас на крыше, на террасе. Насколько они используются как креативное пространство? На ваш взгляд. Сейчас в Минске, я думаю, что если мы будем считать в процентах, то это 0,010 и так далее. Сейчас очень мало используют это по территории, хотя возможности у крыш очень большие, большой потенциал. Но все упирается в то, что довольно сложно технически это оформить, технически сделать, если крыша уже построена, но в проекте, то есть на самой-самой-самой начальной стадии не внесена несущая способность и в проекте не сделано так, что не учтено, что крыша должна быть эксплуатируемой. Если она сделана как не эксплуатируемая, то потом переделывать впоследствии очень сложно, трудоемко и слишком много затрат материальных. Поэтому сейчас очень мало крыш используется, но такие примеры есть. А где можно посмотреть? Ну, например, есть национальная библиотека и там есть выход на крышу, он оборудован и все здорово, вот можно туда выходить. Много есть паркингов открытых. Считаем ли мы террасу крышей? Ну, то есть это вот сейчас мы тоже находимся в пространстве, это же получается, что над нами больше ничего нету, но это терраса все-таки. И таких мест, вот паркингов довольно много, крыш так, чтобы выйти. Ну, я могу рассказать, например, про Марьину горку. Человек, даже не знаю, кто он, но он сделал там зеленую крышу на крыше школы и уже несколько лет она действительно работает. Там газон, там еще что-то у них растет. Вот. Сделал пирог, вот можно съездить к ним познакомиться. Марис, но я так понимаю, что ваша цель это не просто крыша как терраса, вот как ресторан, а именно зеленая крыша в плане экологии, да? Да, это самый важный, наверное, элемент, пункт в нашем движении. Но есть тоже в этом большой нюанс то, что нам бы не хотелось делать проекты сезонные. То есть, когда мы начинаем с весны и заканчиваем осенью, и получается, что те растения, которые мы можем посадить на открытой площади, это очень ограниченный список. Ну, то есть, зачем сажать многолетники, если мы сажаем там какие-то катки, и получается, что они там прожили сезон, а потом куда их поставить, куда их на зиму хранить. Вот. Соответственно, для того, чтобы сделать, чтобы крыша функционировала круглый год и чтобы растения чувствовали себя комфортно, это нужно обустраивать сами катки или продумать конструкцию, а это еще сложнее. Вот. Ну, продумать конструкцию, чтобы растения перезимовали, там надо утеплять и все такое. Вот. Поэтому, да, конечно, безусловно, это идет прям красной нитью через все наши идеи, через все наши стремления. А дальше мы уже смотрим, насколько мы можем это реализовать. И если со стороны там, например, вот мы там сделаем террасу, да, со стороны может показаться, что, ой, ну, какие же они экологические проекты, если они там поставили две катки. Но, возможно, именно для этой террасы это было единственное возможное решение, чтобы эти там две катки простояли весь сезон и чтобы растения выжили. Так, я поняла. А вот если, например, человек живет в своем доме, в загородном, он уже может как-то организовать, вот какие могут быть ваши идеи, рекомендации? Тут, наверное, тоже надо просто учитывать несущую способность самого здания. Скорее всего, там одноэтажный или двухэтажный дом, если мы говорим про крышу загородного дома, она скорее всего пологая, соответственно, там особо ничего и не сделаешь. Ну, разве что можно вдохновиться скандинавскими домиками хоббитов, да, в скандинавских домиках усланы крыши газонами, ну, и газонами, там такие плачево-покровные растения. Казалось бы, кстати, Скандинавия, да, там же холодно, но у них довольно популярная тема озеленять свои крыши. Почему? Потому что крыши, точнее растения на крыше, они не пропускают сильные ветра, утепляют крышу, то есть в доме теплее становится гораздо. Для скандинавии, естественно, это очень важно. Вот. Так вот, если мы говорим про загородный дом, да, можно попробовать сделать такие конструкции, это несложно, но тоже крыша должна это вынести, да. Я бы не сильно переживала о необустроенной террасе. Почему? Потому что человек выходит, и у него перед глазами его дворозеленный, классный. А это в городе важно понимать, что каждый метр он либо забирает кислород, либо он его дает. И тут нету, что, типа, это нейтральный кусок, который ничего не производит. Это углекислый газ, углерод. Какими могут быть крыши в Нинске? Вы так уже давно продвигаете эту идею, этот проект. Вот как вы видите, это может выглядеть в итоге? Это выглядит очень круто. Это выглядит так здорово, что, во-первых, меняется уровень, меняется. Приятно для глаза видеть зеленое, а не только серые блоки бетонные, однотипные. Потому что листва меняются, разная насыщенность, разного цвета. Глаз на зеленом глаз отдыхает. Я вижу, что это может быть, например, вот это здание, да, оно длинное, оно серое, оно одинаковое. А теперь мы можем представить, что там что-то свисает, что-то высокое, кустики, разные цветы, прилетают бабочки. Ведь растения, кстати, они привлекают много насекомых. А в городе это катастрофически плохо отражается на экологии, если нету насекомых. Вот, поэтому я вижу, что это от этого только плюсы, от этого только выигрывают все и городские жители, и городские здания, и городские флорофауны. Всем будет хорошо. А что вас вдохновило когда-то продвигать этот проект в Беларуси? Возможно, вы ездили куда-то, где-то увидели? Я помню, что у меня сон был о том, что мы с одноклассниками выходим на крышу, и мы там играем в волейбол. И вот я когда была в Барселоне, я увидела, что на крыше есть спортивная площадка. Там, наверное, школа была рядом, или внизу, например, школа, а на крыше у них рабицы все обнесено, там, наверное, метра четыре. Это сетка такая высокая, и там баскетбольная площадка. Я думаю, так подождите, значит, мой сон и есть реальность, но только пока не в моей вселенной, но где-то это уже есть, почему нет? И дальше осталось просто, скажем так, протоптать дорожку, которая показывает, что да, у нас есть эти возможности, да, все давным-давно, там, несущие способности, они заложены. Просто есть некий страх, что, а кто будет нести ответственность, если что-то свалится, или кто-то свалится, вот. И вот этот вот страх нужно перебороть и мне, и всем, и всей Беларуси. Но вообще безопасные подходы нужны, если уже организовывать такое пространство? Конечно, такие технические нормы. Технические, ну вот, например, мы сейчас сидим на террасе, здесь высокие, высокое ограждение. Просто потому, что это такая норма. Вот. Хорошо. Марис, спасибо вам огромное. Спасибо за те проекты, которые вы реализуете, чтобы продвигать свою идею. Всего доброго. Будем стараться. Вот такая замечательная у нас была сегодня тема. Друзья, обязательно поделитесь в комментариях, что вы думаете на этот счет. Возможно, вас также вдохновляли крыши, и это было действительно креативным пространством. Ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok